Девушки отдыхают Софья Оржаковская, 23 года. Родилась в Уфе. Окончила хореографическое училище имени Рудольфа Нуреева. Танцевала в Уфимском оперном театре. После участия в конкурсе красоты вышла замуж за известного российского олигарха Сергея Веремеенко. Сей факт до сих пор не дает покоя желтой прессе. В 2005-м стала победительницей конкурса «Русская грация», а в 2006-м году завоевала корону победительница международного конкурса замужних женщин «Миссис Мира». Впервые за 30-летнюю историю конкурса титул «Миссис Мира» получила российская участница, 18-летняя Софья Оржаковская. Балерина, как называют ее некоторые. Софья училась в США актерскому мастерству. Сейчас проживает в Лос-Анджелесе в Беверли-Хиллз. Снялась в нескольких американских фильмах с известными голливудскими актерами. А также в российской комедии «Клуб счастья», который стартовал в декабре в российском прокате. А в планах – покорение Голливуда и Оскар. А почему ты Софья Скайя? Что это такое? Когда я приехала в Америку, и сказала мне, спросили, Софья, а вот сейчас Ласта, какая у тебя фамилия? Я говорю, Оржаковская, девушка, вы простите, но в Америке с такой фамилией вы далеко не уйдете, потому что никто проговорить не может. Оставили кончик-хвостик. То есть в России ты осталась Оржаковская или ты тоже поменял фамилию? Я думаю, что проще, если останется Скайя везде, но я очень люблю фамилию своей мамы, Оржаковская. Очень красивая. Благородная фамилия, поэтому… Чьи крови? Польские? Русские. Ну, я поздравляю тебя с окончанием съемок «Клуб счастья», с презентацией фильма. Вот расскажи все, интересно все на самом деле. Чья идея? Что за фильм? Фильм Игоря Каленова, который снимал «Все будет хорошо», он снимал особенно с национальной рыбалки. Он также снимал «Александровневская битва», кстати, очень хороший фильм. Он не очень прокатился в России, но мне он очень понравился. Это комедия молодежная. Про девушку из деревни, которая приехала покорять большой город. Да, я очень старалась изобразить из себя такую простую, наивную, добрую девушку, которая, собственно, никогда не сталкивалась с трудностями в больших городах. Я была в Петербурге три дня назад, где проходила премьера, в общем, людям понравилось. Я сидела, вжалась в кресло, так закрыла лицо руками, потому что, ну, очень непривычно. Это как, когда споешь песню, слушаешь свой голос, и, как правило, не нравится. Скажи, ну, это первая премьера для России, да, насколько я понимаю? Это мой первый русский фильм, вообще, который был. Я училась в Америке, актерскому мастерству, и привыкла. Играют на английском языке, все эмоции накладывают на какие-то... Я с Куэрбет переживала, предпозывала свою преподавательницу из Америки. Мы также готовились, как вот, ко всем американским картинам. Уже три фильма в главных районах в Америке. Я всегда работала с ней, и было желание попробовать в первый раз как-то самостоятельно справиться, но все-таки не решилась, думаю, нет. Я хочу танцевать вас в труппе. А вы кто? Куда вы здесь? Зачем? Питер. Это лучший ночной клуб города. Сюда девушки выстраиваются в очередь даже, чтобы посуду помыть. Ты еще не испортила. Я же сказала, дай мне время, я все устрою. Форс-мажор. Меня уволили. Быстро, но не рекорд. Ты снимал из Саня Семеновича Носковым. Кто еще участвует в фильме? Дима Протуков. Гальцев. Очень интересный человек. А как выбирали актеров? Были какие-то твои пожелания? Меня вообще вчера к ней относятся. Меня пригласили как актрису. Игорь Евгеньевич, спасибо им за это большое. Потому что он доверил, он же тоже не знает, не видел меня в русских картинах. И тем более в комедии. Хоть я и отучилась на комедию два года, но по тем вещам я снялась в боевике, я снялась в триллере, я снялась в каких-то эпизодах с ИСА Нью-Йорк. Это тоже такой детектив. Но он доверился мне, когда я ему сказала, что Игорь Евгеньевич, комедия это моя специальность. Это то, на что я училась. Это то, на что я оставила свой акцент. Он пригласил меня на пробы, то есть уже в принципе утвердил, но тем не менее я видела такие лица всех взволнованные. Никто же не понимает. Все равно в России существует такое, что если девушка балерина, если тем более у нее все в порядке, то вряд ли она что-то сможет такое, какое-то сделать. Общаешься со своими коллегами по фильму в обычной жизни или времени никогда нет, себя не дружить? Нет времени. Но в России это моя первая картина. Я бы, конечно, очень хотела поддерживать контакт. Саня Семенович, очень интересная девушка, очень веселая. Очень. Мне очень понравился ее характер, такая легкая. Я вас могу поближе познакомиться с рекой. Да, конечно, она очень хорошая. С кем у нас звезды Голливуда в Америке снималась? Снималась я с Кристианом Слейтером, Кристианом Слейтером, Март Дакаскос, Эрик Робертс, Майкель Мэтсен, Том Сайзмур. А есть какие-то звезды, с которыми бы хотелось сняться? Ну, конечно. Ну, кто это? Мне очень нравится, я просто боготворю Мэрил Стрип, не знаю, рядом с ней, конечно, оказаться – это грандиознейшая честь. И не померкнуть. Хочется не просто оказаться, а хочется... Рядом с Мэрил Стрип, наверное, трудно не померкнуть, да? Конечно, она великая актриса, я считаю, что это легенда. Вот есть чему учиться, я всегда прислушивалась. Мне очень понравилось, однажды она сказала в интервью, ее спросили, «А как вам удается находить такое большое количество различных характеров?» И в каждом фильме абсолютно разное, вы постоянно меняетесь. Она говорит, «Вы знаете, я прихожу в Дон-Тон, в Лос-Анджелес, сажусь выпить кофе, закрываюсь газетой и прислушиваюсь». Она приходит и слушает людей, и подбирает, грубо говоря, ворует характеры. Это очень интересно. Ну, пыталась? Пыталась, пыталась прислушиваться, но слишком трудно. Послушай, но ты живешь в Беверли-Хиллз, поехать из Беверли в Даунтаун, наверное, есть некая проблема, нет? Нет, это самое страшное, когда ты идешь по Беверли-Хиллз, по Радео-Драйв, куда приезжаешь на Роллс-Ройс, там тебя открывает водитель дверь, ты выходишь в какой-нибудь бутик, саларан или еще. Идет такая старушка, на всех смотрит, кажется, что вот-вот ты встретишь кого-то знакомого. На самом деле это потрясающие эмоции. И через какое-то время, через минут 15-20 уже понимаешь, что переселяешься действительно в этот характер. Самое интересное, на тебя вообще никто не смотрит. Начинаешь видеть людей, на которых ты никогда в обычной жизни бы не обратил внимания. Мне очень нравится Лос-Анджелес, я была там не раз. Очень много звезд, которых ты встречаешь везде, которые, наверное, уже никогда не обращают друг на друга внимания, и на них, наверное, простые американцы не бегут с криками, там, дайте автограф. Была такая история. Давайте фотографируемся. Я очень много звезд видела Голливуда. Они там спокойно ходят, без охраны, то есть это вполне это место, где они, в общем-то, живут. Живут. Была история, я познакомилась с Евой Чао, у нее сеть ресторанов Мистер Чао, потрясающая женщина, очень хорошо дружила. Она приезжала к нам в Россию, привозила Роберта Коваля тоже, мы его встречали, селили. Я, правда, отказалась участвовать его в показе. Почему? Ну, принципиально, потому что он, как бы, друг, режиссер, который снял, как же его зовут, забыла, забыла имя режиссера, которого я очень хорошо знаю. Встретила его случайно в Беверли-Хиллз отеле. Есть также очень древний ресторан, куда приезжают раз в неделю обязательно Альпачино, Де Ниро и так далее. И вот я встретила этого режиссера, видела с ним два раза вот с Евой Чао, он меня встретил, он меня представил как прямую галерину русскую, так как как актриса, я еще там в то время не позиционировалась. Мы сели, уже беседовали за столом, я со всеми поздоровалась, мы пришли за столик, и Роберт Де Ниро привел потрясающую вежливость, он подошел в конце отдельно, то есть, пройдя сейчас весь зал, пожал мне руку, сказал, спасибо, было очень приятно познакомиться, и ушел, то ли потому что итальянец, то ли потому что просто вежливый, то есть, нет ощущения того, что актер как-то зазнаются. Что это Роберт Де Ниро? Да, то есть, это абсолютно спокойно, если ты попадаешь в эту тусовку, ты уже среди них свой. Нет разделения, что простые там, какие-то люди ходят, и понтов вот этих, как мне слышно. А есть какие-то мужчины-актеры, с которых я мечтала бы сняться, и талон такого актерского мастерства. В Америке очень много хороших актеров, да и в Афранции тоже. Киану Ривз мне очень нравится, как работает, мне бы хотелось с ним сняться в какой-то картине. Я бы хотела играть с теми актерами, которые дошли до ступени А-класса. Расскажи о своей жизни в Голливуде, как проходит обычный день. Ой, встаю я рано, иду на... Живу я в Певерли. Да, живу я в Певерли-Хиллз. Кондоминиум. Это дома, квартиры, трехэтажные, там, свое комьюнити, бассейн, там, все очень близко. Рядом со мной находится 21-й век Форс. Подожди, я ездила на холмах Беверли, там, в основном, свои дома. Это низ, низ, есть свои дома, там, есть вот, низ, это тоже территория Беверли-Хиллз, там, где Радео-Драйв, там, внизу находится. И это комьюнити, там также еще сейчас недавно построено потрясающе высокий дом, где мне хотелось бы жить. Очень удобно. Что касается удобства, в Америке все для людей. Если ты покупаешь и живешь в элитном месте, то для тебя будет все. Ты подъезжаешь, за тебя паркуют машину, относят твои вещи наверх, то есть за что ты платишь, ты получаешь обратно. И это хорошо. Даже те, кто имеет свою территорию, то есть свой дом, у них своя территория, это же потрясающе. Ну, в плане моего графика, я, конечно, первые четыре года очень много работала, а же приехала туда, вообще не говорила ни по-английски, не имела представления о докторском мастерстве, Да. Перед тем, как меня взяли в школу, мне нужно было говорить идеально на английском до такой степени, чтобы я могла спокойно понимать речь преподавателя. А она, как правило, вольно. Если человек рассказывает об эмоциях, об отношениях между людьми, им нужно улавливать вообще тонкости всех этих вещей. Предварительно, до того, как я выучила язык, я занималась индивидуально. А мы продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами.